Венкийская Турция Творческая группа программы «Геван» съездила в командировку в село Хатыстыр Алданского района, где компактно проживают эвенки, в начале лета, когда эвенки встречают Новый год под названием Бакалдын. Этот праздник очень любят все эвенки. Везде и всюду он отмечается широко, с размахом, со множеством гостей. Так было и в Хатыстыре. И, конечно же, в это время у главы села много забот, хлопот. Он всегда очень занят. Но, тем не менее, прямо во время праздника, улучив момент, мы поговорили с Жолустаном Витальевичем Сидоровым о делах насущенных. Разговор начался с экскурса в историю. Алданский район и, в общем, вся Южная Якутия – это исконная территория эвенкиского народа. Ну, тут веками проживали наши предки. А именно вот Хатыстыр и наш наследок Берлёвский масштабно образован в 60-х, 70-х годах 20-го века. А до этого тут, конечно, эвенки жили, но тут в небольшом количестве. Основной поток населения в Хатыстыре – это 60-е, 70-е годы. В 70-х годах была коллективизация. И в это время вот Амгинские эвенки, там род Буяги, Буягиры, в основном вот это Павлова, Мартусалова, они вот осели в Угаянех, Атустыре. Потом в 73-м году закрыли поселок Гугино, и оттуда уже прибыли учурские эвенки. Это рода Бута, ну, тоже вот, в основном оленные. И, ну, и по Амге тоже оленей держали. Раньше оленей очень много было. В основном оленные тунгусы были. Хатыстыр – это от якутского, наверное, скорее всего. Это осетр, осетриная. Тут жили раньше потомки, сейчас живут потомки тех людей, ну, золотарей. И тут и якуты были, пришли, они тоже тут жили. Наверное, они и дали название, вот, Хатыстыр. А так, в основном, все места, ручьи тут носят эвенкийские названия у нас в районе. А так, в поселке у нас проживает в Хатыстыре полторы тысячи человек. Из них 80% по статистике эвенки. В Угаяне 400, там тоже там самое 80% эвенки проживает. Основной вид деятельности наш. Ну, раньше мы в основном оленеводами, охотниками были, каюрами. А сейчас вот постепенно, вот, с процессом глобализации идет, все равно, современные условия диктуют свои правила, да. И сейчас вот многие наши, наша молодежь и люди среднего поколения уже работают и в промышленной отрасли. Ну, уже как разной сфере нашей работы, типа, есть и учителя, и врачи, промышленности работают. Ну, поселок, можно сказать, так, такого массового оттока нету. Все равно мы живем, потому что инфраструктура у нас есть, дорога круглогодичная. Мы не так далеко находимся от города Алдана. Сейчас езды, и мы уже в городе, и с железной дорогой, и даже до Москвы можем, спокойно, наземным путем доехать. Хатестер называется Беллёдский эвенкизский национальный наслед. Как же он получил этот статус? Беллёдский наслед, если памятник, ну, если так, если не ошибаюсь, В 2019 году было создано моими предшественниками. У Истоков стоял, тогда голова был, Анисимов Павел Прокопьевич, потом после него Маркусалов Дмитрий Дмитриевич. Именно вот основную лепту, вот именно создание территории, традиционное пользование статуса, Беллёдский наслед, именно вот они. Ну, была проделана, там командная работа была. В том числе, вот, в командной работе по созданию территории, традиционной природопользования, Беллёдский наслед, помимо наших глав, были депутаты районного совета, это Дорбинонтов Алексей Алексеевич, и Сидоров Виталий Владимирович, это мой отец, и Тоскин Станислав, извини, ну, отчество не помню, вот он, я тогда молодой был, вот они дошли до конституционного суда, и вот, можно сказать, даже на практике России, это было первое, прецедент был создан, именно прошли все судебные инстанции, и именно вот уже судом было доказано, что именно вот на данной территории проживает Овенки, и она была уже, прошла регистрация, закреплена за нашим наследом. И после этого уже начали вот именно уже и другие районы, наследа национальные получать такой статус. Что национальный статус дает селу и населению? По идее, вот в те годы, да, именно правовая сторона, вот правовое поле, да, коренных народов только развивалось, и, конечно, вот закреплением территорий именно Овенки хотели именно создать, ну, как-то защититься, во-первых, от масштабного промышленного освоения, потому что у нас больше века уже идет промышленное освоение, и как-то законодательно, документально показать, что мы здесь вот именно есть Овенки. Потому что история показывает, уже Алданский район, раньше Нерингер тот же был Алданским районом, да, уголь, золото, вместе с первопроходцами, первооткрывателями, геологами, да, которые вошли в историю Российской Федерации, почему-то не указано Овенки. Которые показывали, где золото, возили, кормили их, обеспечивали мясом, да, и в истории почему-то везде. Почему-то геолог, который практически ходил за Овенками, он входит в историю, как первооткрыватель, а тот человек, который нашел, показал, его кормил, обеспечивал, почему-то их нет. Именно созданием территории традиционного природопользования, именно вот мы могли вот законодательно и, ну, показать, и, ну, доказывать, что потому что вся земля сегодня федеральная, да, и вот освоением, вот говорю, около века идет освоение, и даже вот в 20 веке, даже по сегодняшний день мы ведем все равно ту работу, которую вот именно во благо России, вот Эвенки всегда вот, особенно Алданский Эвенки, они всегда вот стараются вот помогать. По строительству железной дороги, вот жители нашего Нослега, Кутанинцы, они все работали. Потом начинается мегапроект газопровод, нефтепровод, да, Тихий, Востово, да. Там полностью вот от начальных работ до соединения труб, подрядных организаций, и как мы работали. И в итоге вот промышленного освоения всегда Эвенки надеются на государство, что приходом промышленности, приходом придет развитие, потому что когда начинается освоение, всегда озвучиваются очень благие намеревания, планы грандиозные, что столько инвестиций будет, такие социальные объекты. И даже наши предки, когда вот жили в глуши, в тайге, жили своей жизнью, да, кормила природа, приходом вот первых геологов, Эвенки пошли на встречу, именно вот во времена вот Отечественной войны, например, да. Алданский район больше, вот по сравнению с республикой, Алданский район, это был золотой Алдан. Именно вот, а в итоге Эвенки лишились-то вот исконных земель, тех земель, которые вот кормила их веками. Истощены, истощается практически охоту годи, оленья пастбища, реки истощаются. И тоже есть вот, как палка на двух концах получается. С одной стороны, прогресс нужен, и мы, Эвенки, всегда идем на встречу, да, во благо развития государства. И в итоге, вот если, ну, по истории смотреть, опять же, мы практически нигде не участвуем. И сейчас даже вот, общаясь с крупными федеральными компаниями, которые у нас работают, и они как-то уже на нас, как на хозяев земли уже не смотрят. Уже сила Сибири уже, мы поставляем, Россия уже поставляет наш якутский газ в Китай, а мы, Эвенки, практически, если даже к ним подходим, очень, даже к ним попасть в Газпруму очень тяжело. А вопрос именно каких-то социальных, партнерских отношений в сфере социально-экономическое развитие, это очень сложный вопрос, это Москвой надо разговаривать, и на уровне села очень сложно работать вот крупными компаниями. Как же обстоят дела с языком, с национальной культурой Эвенков в настоящее время? Это очень сложный вопрос, так. Конечно, у вас 90-х годов, это не только с созданием, да, с 90-х годов, как первые шестилетки открылись в Катастрофе, да, и там эвенкистские классы были. Из тех времен постепенно идет, конечно, по культуре у нас прогресс есть, именно по культуре, по культуре. И очень много у нас, у нас шесть коллективов наследия, разных поколений, есть бабушки, клуб бабушек, потом более молодые бабушки есть, потом мамы есть. Дети есть ансамбль Тулуихан, у Гаяни есть детский ансамбль. И в сфере культуры именно вот, именно по мастерицам, например, есть прогресс, развитие есть по этой части. Очень сложно сейчас вот именно по языковой части, сохранение языка, это очень сложно, потому что вся бытовая, бытовой у нас диалог, да, разговор, идет все равно на русском, либо на якутском языке, тем самым. Практически, вот, в современной реалиях очень сложно вот использовать эти слова коренных народов, очень сложно. А так, в школе у нас преподается овенкийский язык, дети очень охотно ходят. У нас и якутский язык, и овенкийский, там предмет родной язык, да, и там выборочный. Родители, большинство родителей своих детей дают на овенкийский класс. Вот, ну, есть проблема кадровой. Вот, именно найти учителя, который именно владеет овенкийским языком, который носитель овенкийского языка, очень сложно. Сейчас вот эти дефициты кадровые. А так, прибег есть, мы стараемся по этой части работать. Я знаю, что вы являетесь гейным вдохновителем закона о национальных овенкийских языках. Именно. В прошлом году, в 22-м году, Айсен Сергеевич подписал закон. Через рентген рассмотрения прошли, и законопроект прошел, и вступил в силу. Закон называется присвоение согласно 37 коренных народов имени и отчества. Сейчас вот, например, этот закон именно республиканский, на уровне республики можно вот, если родители хотят, вот, и вообще любой человек, представитель овенкийского народа, или овенского, югагирского народа, если хочет возродить свое родовое название, в виде фамилии, да, в принципе, есть закон, и они спокойно могут сейчас, вот, основываясь на этом законе, изменить. Вот, сегодня мы же все носим, как сказать, не русские, а христианские фамилии, да, или европейских народов, которые, ну, нам дали. А у нашего народа, у всех северных народов, и у каждого народа были свои имена, свои имена, фамилии, родовые названия, да. Ну, вот, вот, особенно очень, ну, 19-го, наверное, века это началось, но почему-то сегодня мы все стали Владимирами, там, ну, все, Александр, Катя, Маша, да, ну, и в больших городах нас люди не понимают, и как вот представитель северного народа Иванов Иван Иванович, ну, это как-то так, и вот, вступлением силы этого закона сейчас мы можем спокойно. У меня, у самого, пятеро детей, у всех овенкийские имена, вот, с 2005 года мы пропагандируем овенкий, вот, именно, вот, стараемся новым семьям, когда рождается ребенок, мы вот, ну, пропагандируем, чтобы давали овенкийские имена. Сейчас вот хатастерея, и, в общем, среди наших знакомых, вообще, вот, мода пошла на эвенкийские, на венские имена. Еще есть один у нас законопроект, пока она в Вильтюмяне, вот, именно, вообще, очень трудно Южной Якутии, да, коренным жителям, коренным, коренным народам. Потом, жители-то коренные, можно сказать, все, кто родились, да, а есть именно коренные народы, которые здесь веками проживали, это, к ним относимся мы, жители, вот, народ, проживающий в Южной Якутии, Алданский, Нерангеринский, это наши земли исконные, овенкийские, да, и уже лет 15, наверное, да, если, ну, могу ошибаться, нету представителей из Южной Якутии в госсобрании Вильтюмя, депутатов наших. Потому что мы представляем, вот, Алданский район, мы 3% представляем от общего населения, да, в районе, и делимся еще по парке, и вообще нет никаких шансов выбиться в госсобрание Вильтюмяна, чтобы как-то озвучивать наши вопросы, решать какие-то вопросы, именно по части традиционного природопользования, да, традиционных отраслей, и уже лет 15, и спасибо Галамаревой, Елене Христофоровне, она вот избрана от северной части, да, Ленёкского района, Булунский, Жиганский, и она нам помогает, а у нас нету, и даже на уровне районного совета у нас нет своего депутата. И как вот, третий год будет, в сентябре, как я стал головой, и три года назад, по-моему, мы разработали законопроект, на примере Сахаринской области, там у них есть закон областная, о представительстве коренных народов, госсобрания области, да, и мы этот закон под Яхутию сделали, подредактировали, добавили свои в это новшество, и этот законопроект мы отправили в Ильтумян. Ну, пока тихо, но данным законопроектом занимаются депутаты, и данный законопроект называется «Представительство коренных народов» в госсобрании Ильтумян, да, ну, очень сложно сейчас, и новые округа созданы, в этом году создан Таммодский округ, и нас объединили, мы не на Хангалацкий район, село Мая, Хара, там, Рассолода, потом Кангалацкий, Качакатцы, Дяппен, там, хорошо, вся, правый берег до Бестяха, это с Таммодом один округ, поселок Лебединый, который у нас вообще возле Нерингер находится, да, ну, вот, на остановом хребте, и вообще, какая вот, как, они, это совершенно разные климатические условия, условия жизни людей, тут промышленный район, там сельское хозяйство, и очень сложный, и очень разнообразный округ создали, и тем самым мы, коренные жители Южной Якутии, еще отделяемся, иметь шанс со своего представителя, и как-то именно остаивать наш интерес, очень тяжело сейчас нам, представителям Южной Якутии, Эвинка. – Перспективные, позитивные мысли у вас по поводу развития Эвинка, в которой живут в поселке Хатастыр? – Последние вот три года, да, ну, как работаю головой, ну, до этого мои предшественники только живели, но каждая голова начинает свою работу, да, и мы вот в последние годы, вот, подписали несколько соглашений о социально-экономическом отношении между промышленными компаниями и нашим наследом, и постепенно начинаем работать, и идут навстречу. Например, нам постоянно помогает «Артель Прогресс», «Селегдар», «Полис Алдан», вот это наши основные партнеры, ну, они наши соседи, можно сказать, ну, мы как-то с ними сотрудничаем в разных вопросах, ну, мы только начинаем. Ну, я надеюсь, что и крупные компании, как «Газпром», как «Транснефть», все-таки будут учитывать интересы коренных жителей, и они все-таки именно… Вот в этой части, если будет поддержка промышленных компаний именно по развитию, по развитию именно села и вообще отрасли, которые занимаются инвестированием, да, каких-то, например, проектов по развитию туризма или каких-то зон отдыха, например, кемпинги, да, национальные, было бы, конечно, какой-то прогресс будет. Именно на примере республики, вот созданием территории традиционного природопользования и был издан закон республики, Сахай-Якутия, о этнологической экспертизе, вот. И в этой части, вот, те общины, которые были… Те общины, которые территории подпадают под строительство газопровода и нефтепровода, вот, они уже согласно закону республики, о этнологической экспертизе, вот, на уровне правительства, ну, целая команда работала, вот, они получают возмещение. Вот, и нормальная, как бы, поддержка по той части идет. Согласно, вот, наших соглашений, о социально-экономическом соглашении, да, нашим наследием и промышленными компаниями, вот, за последние два года, можно сказать, вот, идет усиленная работа по улучшению дорог, внутрипоселковых дорог. Мы вот за два года отсыпали, имея, вот, минимальный бюджет по обслуживанию нее дорог, да, шесть новых улиц мы отсыпали. Помимо этого, на 95%, могу сказать, смело, мы обеспечили освещение всех улиц села. В этом году в селе Угаян планируем притянуть летний водопровод, вот, и, опять же, согласно, вот, нашего соглашения о социально-экономическом партии, с ПАО «Селегдар», Артель, да, вот, они нам спонсировали, вот, средства на приобретение, вот, летнего водопровода. Ну, постепенно, я как-то чувствую, вот, идет какое-то налаживание отношений, вот, с промышленными компаниями. Как избранный голова, вот, избранный народом, получивший доверие своих семилюков, вот, именно, я несу ответственность, вот, и ответственность у меня очень большая, не только перед жителями, да, избирателями, но перед будущими поколениями и перед моими предшественниками, которые, вот, проделали огромную работу, именно, да, в статус, закрепили наши земли, и очень ответственная работа, и моя, вот, именно, основная миссия, да, именно, сохранить, именно на правовом поле и на практическом, практической работе, да, именно наш, вот, нашу экологию, как-то, вот, в этой части, но одновременно и как-то, и все равно промышленность должна идти, но мы как-то все равно должны, вот, именно, бережно относиться, потому что мы живем, у нас, вот, Бог дает определенное время, потом у нас есть дети, внуки, и все-таки о будущих поколениях каждый житель должен, каждый житель земли должен думать, и мы не должны рубить тот, тот сущок, где мы сидим и кормимся, и промышленность, и промышленность, и промышленность, это развитие промышленности, она должна все-таки, именно, и со стороны Министерства экологии, и всем требованиям, она должна все соответствовать, должно быть рекультивационной работы проводиться, и бережное отношение природы, для нашего будущего поколения, вот. Мы живем на земле наших предков, да, и все равно, вот, душа болит за наши земли, за земли предков, за будущее наше поколение, и мы, овенки, здесь коренные жители, здесь мы тысячелетиями, веками, тут мы, овенки, жили, и мы хотим сохраниться и как народ, и сохранить свой быт, культуру, и развиваться одновременно со всем миром. Джулустан Витальевич Сидоров позитивный, энергичный человек с интересными планами на развитие Хатестыра. Думаем, что все у него получится, и Хатестыр, как эвенкийский центр, будет достойно развиваться. Хатестыр, как эвенки! Хатестыр, как эвенки! Продолжение следует...